И к другим темам. В 9-й Люберецкой школе прошло второе ежегодное командное первенство по самбо. Ребята боролись в восьми весовых категориях. О том, как развивает этот спорт силу и характер в нашем сюжете. Искусство защитить себя без применения оружия. Так можно сформулировать основной принцип самбо. Командное первенство в Люберцах состоялось во второй раз. Командные соревнования отличаются особым настроем ребят. Особым чувством плеча, чувством товарищества, такой дружеской атмосферы в команде. Самбо, наверное, дает все, что может понадобиться юноше. Самые первые шаги в самбо – это отработка правильного падения. Уже потом ребята изучают силовые приемы. Этот вид спорта – один из лучших для освоения навыков самообороны. Школьник Иван Зарюков занимается борьбой четвертый год. И самбо уже пригодилось ему на улице. У нас же там пришли какие-то хулиганы, ударили одну девочку. Что защищать? Просто надо иметь желание бороться. В турнире приняли участие дети 2006-2007 годов рождения. Первенство прошло в восьми весовых категориях на базе Люберецкой школы номер 9. Это наш турнир. Это наш школьный турнир. Потому что в прошлом году мы вошли в программу «Самбо в школы». И на урок физкультуры мы этот вид борьбы со всеми школьниками изучаем. Программа «Самбо в школу» стартовала в 2014 году в рамках губернаторской премии «Наше Подмосковье». Цель проекта – привлечение детей и взрослых к спорту и борьба с вредными привычками. Александра Томи, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.